Наша иммунная система заслуживает скульптуры капец как давно уже. Художники должны любить себя, и тогда их искусство будет процветать. Это факт. Оставить след в умах зрителях это важно, неотъемлемой частью искусства. Люди окружены неживым. Классно, когда у тебя одна кружка на всю жизнь и ты не мусоришь. Получился стул дутого шара с конусным основанием. Я решил сдохнуть через месяц работы. Расскажу историю. Мы зависимы от своей гормональной системы, но охота чуть больше движа. Познание мира через искусство. Невидимое. Я вообще его не умею. Я, наверное, с алкоголем не стал. Я мало кого знаю. Я больше по образу. Я не знаю, что такое успех. Я безотходный, стильный парень. Друзья, привет. Канал про дизайн в гостях у Тараса Желтышева. Емото. Тарас, привет. Привет. Каким словом или выражением ты можешь описать свое творчество? Ну, это какой-то вид эксперимента, наверное, общего. Такой психологический эксперимент над самим собой и людьми окружающими. Это не одно слово, да? Познание мира через искусство. Да, ну, по сути. Да, да. Тарас, скажи, можешь познакомить нас с этим персонажем? Это Емото, да? Это житель, да, Емото. Житель Емото. Да, это персонаж, который образовался. Ну, Емото – это же вселенная. Вселенная, которая создана людьми в целом, и она в себе олицетворяет разные эмоции, психологии, чувства, мысли людей, и она приобретает образы. Вот такие образы. И там есть легенда, где компания под названием «Пять пальцев с земли» как самолет, так сказать, космический исследовательскую, космическую исследовательскую станцию, которая полетела, да, дабы исследовать эту черную дыру, этот, так сказать, проход в другой мир. И во время перелета из этого мира, из нашего в Йомуту, произошли вот эти гравитационные сдвиги внутри корабля и в людях, во всем окружающем, что было там. И это вид аптечки, которая преобразовалась, это вид зависимости, ну, общей зависимости, потому что мы имеем зависимость от разных вещей, там, от сладкого, от других людей, от спорта, то есть мы погружены в эту тему. Они могут быть плохие и хорошие, но суть в том, что это вот олицетворение общей зависимости – это пилюльный человек. – Пилюльный человек? – Да. Пилюльный. Расскажи, пожалуйста, что на нем написано? Вот это что за надпись, 40 тысяч? – Это 40 тысяч миллилитров, это объем клизмы, потому что он сделан из таблеток и всего, что относится к теме фармакологии, да, то есть, и, следовательно, и какого-то оборудования, вот. И я использовал образ такой вот клизмы, как, поэтому он красного и горчичного, а и оранжевого цвета есть варианты – это вот цвет вот этих старых советских еще резиновых агрегатов. – А что за материал? – По сути, это можно отнести к АБС. Здесь фотополимер, потом жидкие композиты, которые вместе, грубо говоря, мы компонуем. – А скажи, пожалуйста, это всепогодная история? То есть, если, грубо говоря, в увеличенном формате, это может оказаться в каком-то дворе нашего города или в каком-то другом городе? – Да, 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 конечно. Тут просто идет разное верхнее покрытие, то есть, разные лаки уже сверху идут. – Хорошо, вот расскажи, пожалуйста, Тарас, почему таких скульптур в России мало? – Потому что у нас должны быть памятники, а не скульптуры. То есть, у нас должно все основываться, вернее, утыкаться в память о прошлом, к сожалению. Потому что должно поддерживаться правление, ну, правление государства, оно разрешает ставить, как мне известно, скульптуры только в виде памятников, которые в себе содержат какие-то мотивы Великой Отечественной войны, либо памятники о каких-то людях, актерах, памятниках, ну, каких-то таких событиях. А современный арт защитить очень сложно. То есть, защитить именно как-то ментально, да, то есть, как-то представить людям очень сложно. Поэтому вот есть сложности с этим. – Терес, расскажи, пожалуйста, что сформировало твой выбор стать дизайнером? – Наверное, выбор дизайнером. Наверное, в первую очередь, это был способ заработка изначально у меня вообще. То есть, я хотел делать мультики в Томске полноценно, то есть, заниматься мультипликацией. Изучил 3D-моделирование, риггинг, потом рисование покадровое. И, ну, при этом работал там разнорабочим, допустим, да, это в школьное время. И способ дизайна, он мне позволил создавать какие-то уже более монетизированные предметы, вернее, предметы, которые можно монетизировать. И с помощью этого я вот начал заниматься дизайном. То есть, уже как-то смог перекинуть вот этот какой-то сюр в предметы мебели, там, и все остальные такие вещи. Вот. Ну, и сейчас я частично вот вернулся в это направление, которым изначально занимался, которое вот хотел делать. Это кайфово. В твоем творчестве заметна любовь к игре, как форма опознания мира. Скажи, какая твоя самая любимая игрушка в детстве была? Компьютерная или вообще? Вообще, может быть, компьютерная. Не, ну, в детстве у меня было там Spider-Man, что-нибудь типа такой, фигурки, какие-то игрушки. Все виды пистолетов абсолютно. Потом камни, да. Не шучу. Конечно, это были пистолеты, какие-то фигурки, и компьютерные игры уже пошли, все виды компьютерных игр, которые только возможны были. Но вот эти персонажи, они откуда взялись, куда они движутся? Я так понимаю, Емото это все-таки еще и бренд. Ну да, да, да. Я сейчас делаю Емото, в первую очередь, как бренд, потому что хочу, чтобы как можно больше, большой коллектив мы были, да. То есть мы сотрудничали совместно со многими людьми, чтобы была какая-то синергия. Потому что это вселенная. Вселенная, одним человеком невозможно ее создать. Да, человеку вообще ее невозможно создать, да. Хотя, возможно, возможно. Но как раз таки меня привлекает идея, где много людей, такой коллективный разум, и все трудятся, работают, это круто. А с какими брендами уже удалось посотрудничать? И с какими хотелось бы? С брендами по фигуркам? По фигуркам, по Емото, да. По фигуркам, пока мы даже с брендом особо не... Нет, мы работали именно в направлении, в арт направлении, там с Хаттоном, это девелоперская компания. Мы работали частично как Емото с разными пармакологическими компаниями, но непосредственно с какими-то популярными брендами, такие как Nike, Puma, либо еще что-то. Мы разговариваем, сотрудничаем. Емото существует меньше года. То есть мы сейчас набиваем базу и занимаемся самопроизводством очень основательно. Мы подготовили такую базу, мощную на самом деле. Вот ты был в нашей мастерской, она сейчас чуть больше расширилась, и количество сотрудников тоже увеличилось чуть-чуть. И вот мы вот этим занимаемся. Какой из способов диалога дизайнера с аудиторией, на твой взгляд, самый удачный? Как тебе нравится продвигать себя, свое творчество, свои истории, путешествия пилюльного человека? Это как можно за самый короткий период времени подать очень такой… Диалог со зрителями? Да, да, да. То есть это за короткий период сделать это как цирковое представление. То есть как можно такими вещами оперировать и образами, что завлечет человека за собой и уже он сможет изучить и прочитать. Какой ты способ используешь? В данный момент вот сейчас готовлю мультипликации. Вот такой вот способ я собираюсь использовать. Пока то, что социальные сети какие-то, это просто там какие-то изображения, картинки, это по сути ерунда. А с обуви веса они не имеют. А вот погружение уже это какая-то хронометраж, мультипликация, комикс. Вот такого вот этого вот. Ты, наверное, следишь за NFT-историей, NFT-артом, что тебе близко и планируешь ли ты так же погружаться в эту историю? Ну да, да, да. За NFT я слежу, но не прям погружаюсь. То есть я уже забрался, зарегистрировался на нескольких сайтах и жду подготовки своих проектов. Потому что это на самом деле большая работа, чтобы подготовить продукт на NFT-площадку. Это нужно создать железобетонный, во-первых, какой-то не digital art, во-первых. Я хочу делать уже реальный арт, совмещенный с digital. То есть тогда будет вес какой-то в этом. И вот буду тоже запускаться туда, выкидываться, так сказать. Тарас, тебя стали узнавать после серии твоих работ «Микроволд». Расскажи, пожалуйста, как это было? Ну, во-первых, я всегда занимался биологией и медициной. И просто я иногда перелистывал разные гистологические рисунки. Потому что я погружался в эти темы, все равно продолжая изучение всех естественных наук по сей день. И я натыкаюсь на это безграничное количество, на самом деле, изображений, каких-то калированных препаратов и так далее. И я натыкаюсь просто на простой банальную картинку лимфоцита, который имеет такую сферообразную форму, немного волокнистую. И просто получился такой образ того, как можно вытащить этот образ иммунной системы в наш мир. Да так, чтобы это была не просто скульптура, которую она давно заслуживает, на самом деле, наша иммунная система заслуживает скульптуры капец, как давно уже. Поэтому есть фигурка Тимус. Она же защищает нас уже сколько лет, мы живем благодаря ей. Но при этом не обращая на нее внимания. И получился стул. То есть человек может поконтактировать с этим предметом, как на него сесть. И вообще сферическая форма достаточно эргономичная, особенно для... Но сейчас я так понимаю, что ты больше занимаешься емотой, фигурками и мебель это уже... Не, я продолжаю заниматься мебелью в любом случае. То есть для меня это тот вид искусства, где человек может прикоснуться, прям физически потрогать. И этот предмет живет у человека не просто в разуме, в голове, а он живет в доме, и человек с ним... И он стареет с человеком. Да, с него пыль не сдувает. Он, наоборот, становится пыльным. В этом-то и есть прикол, да. То есть это... Особенность человека не только в хорошем и в его чистоте, но и также во всей, грубо говоря, других составляющих там проблемах, которые его наполняют. Это и делает его индивидуально. Так же и здесь. Тарас, имеет ли значение, кто у тебя заказывает дизайн? Скажем, есть у тебя какие-то моральные... Любимые заказчики или любимые милиционеры? Может быть, какие-то моральные принципы, по которым ты кому-то откажешь или... Зависит от задачи. То есть зависит... Вот я могу отказать только задачи. От конкретного человека я мало кого знаю, честно говоря. Ну, может быть, не человек, а может быть, бренд. Бренд какой-нибудь? Да. Ну, конечно, наверное, да. Ну, скажем, а с кем бы тебе хотелось посотрудничать? Я бы, наверное, с алкоголем не стал сотрудничать, потому что я сам не особо пью. И как бы я не вижу просто... Я просто не вижу своего персонажа с этим... Привет Павлу Дурову можно передать. А? Привет Павлу Дурову можно передать. У него все корпоративные мероприятия в Телеграме, они все с водой и с чаем. Ну, думаю, это очень даже и хорошо, потому что, ну... А так, какой бы бренд... Мне нравятся фармакологические, на самом деле, всякие направления, потому что это вот моя тема. Ну и правда, это... У меня есть знакомый тоже ученый, химик, он считает все фармакологические организации это антибожескими организациями, где люди играют, так сказать, в создателей мира, и это делать нельзя. То есть, да, чисто по естественным причинам. Человек не может быть Богом. Вот. Но! Я просто знаю, что люди стараются создавать для людей способы выживания, да, они, то есть, решают очень... Решают очень много проблем, да, то есть, ну, да, увеличивают продолжительность жизни. Возможно, из этого происходят какие-то катаклизмы, там, потепления и тому подобное. Люди, это вирус земли, можно так это охотиризовать. Но, с другой стороны, знаю по себе, что очень важно правильно воспринимать вот эту помощь, да, от фармакических компаний, от разных мини-минтозных каких-то внедрений. Но, конечно, никто не исключает еще внутренней всякие, внутреннюю фармакологию, которая происходит у нас в голове. Ну, короче, это ценно, да, то есть, это ценно для человечества. То есть, со всеми брендами, которые ценно для человечества, я бы с удовольствием контактировал, конечно. Худший дизайн, который ты когда-либо видел? Вот я думал, кстати, на эту тему и что-то прям худший из худших мне назвать тут прям не могу. Хорошо, плохой или как-то, ну, какой-то... Просто нехороший дизайн. Ну, да. Нехороший дизайн. Я думаю, что нехороший дизайн, это, по крайней мере для меня, это дизайн с использованием каких-то переработанных пластиков. Потому что у нас должным образом пластиковые вещи не перерабатываются. Они в любом случае просто делают из мусора мусор. Ну, то есть, допустим, есть какой-то предмет мебели дома, который стоит, да, там стук помыкновенный. Ну, если, невзирая на то, что человек им пользуется и тому подобное, это просто там... Это неживое. Люди окружены неживым. Вот в чем прикол. Там живые растения, там горшочек стоит. Это то же самое можно представить, что все неживое. Допустим, какие-то пластиковые мир. И он ставит на подоконник какое-то растение или завозит домашнее животное в виде человека. Вот, типа, то же самое мы делаем. Мы сами живые только и вокруг себя окружаем всяким вот этим вот безжизненным. И вот, когда мы делаем просто, грубо говоря, используем этот стул, либо табуретку, ее потом перерабатывают или из мусора, от пластиковых вот этих бутылок каких-то. Мы их режут, заливают их пластиком в какую-то форму. Полируют, и получился табурет. Например, еще один табурет. Такой же. Просто залит другой пластик, залит другим пластиком. Я считаю это просто странно. Если, конечно, не иметь какого-то эстетического превосходства, какого-то рисунка с использованием каких-то особенных коралл. Ну, а куда тогда перерабатывать пластик? Вообще виды переработки, ими сейчас занимаются ученые. То есть конкретно я не знаю виды. Я знаю, есть химическая переработка, есть термопереработка. То есть сжигать, да. То есть многие говорят... Сейчас ученые говорят, что сжигать надо пластики. В специальных, так сказать, блоксах. Это какие ученые говорят? Классно, когда у тебя одна кружка на всю жизнь, и ты не мусоришь. Ты с собой не оставляешь швак и отходов. Это тоже норм. Это хорошая кружка, которую ты пользуешь всю жизнь. Это хорошо. Вот так вот. Тарас, почему у нас такое ограниченное культурное разнообразие? Почему на улице только бронза? Почему только холст масла? Почему только три частных музея? Ну, условно три. Может быть, конечно, их больше. Если ошибаюсь, пожалуйста, меня поправьте. Ну, по скульптуре могу сказать, потому что, во-первых, не так много спецов, технологических спецов. Потому что сама тема у нас не так давно, ну, не развивается подобной скульптуры. Если бы она развивалась, то, конечно, люди бы погружались в тему работы с пластиками, с видами каких-то покрывных материалов, которые защищают от погодных каких-то условий. Но, к сожалению, этого мало, поэтому очень мало. Хорошо. А что тогда нужно сделать, чтобы разнообразить вот это культурное наполнение? Ну, дать карбланш для многих художников, создавать какие-то стрит-арт площадки. Что это такое? Это конкурс? Это гранты? Делают даже. Вот «Атмосфера» делает. То есть делают какие-то российские биеннали, которые на винзаводе будут в 2022 году. То есть делают подобные мероприятия, но просто их должно быть много, больше гораздо. У нас очень мало событий. Есть, например, за рубежом какие-то выставки, мероприятия. Они происходят, грубо говоря, почти каждый месяц. У нас происходит 2-3 года. Это катастрофически мало. Ну, а ты не считаешь, что у нас в нашей стране музеи, ну и не только в нашей стране, вообще этим многие грешат, музеи являются туристической точкой притяжения. Но это не арт-кластер для коммуникации и диалога с искусством. Вот я хочу… То есть отсутствует какая-то образовательное… Ну, скорее все очень формализовано и… Нет, должен быть театр. То есть театр – это один из видов искусства. То есть они делятся на несколько типов. Это скульптура, допустим, там, живопись, рисунок, музыка и театр. Да, то есть это вот несколько направлений, которые являются неотъемлемой частью искусства. И, по сути, раз что-то показывается, раз что-то показывается, да, как у нас… У нас же сейчас очень мало перформансов, да, то есть таких вещей. То есть раньше-то в 90-х, по-моему, было больше, как мне известно. Какие-то были шоу, какие-то такие вещи, которые проходили в оффлайне, да. То есть при представлении – это балдеж, классно. Надо и в галереях, и везде тоже… Не просто показывать вот эти вот безжизненные куски металла, пластика или дерева. Конечно, там многие авторы скажут, я влию в нее свою мысль, жизнь, вот цвета, а не плут. Но если смотреть естественным путем, да, то есть они не растут. То есть эти предметы остаются бездвижными. И они существуют, пока существует автор и память об этом авторе. Вот. А вот представление – это вид как раз-таки оставить след в умах зрителях. Это важно. Потому что тогда уже долголетие автора… Именно поэтому ты сейчас занимаешься мультипликацией? Да, да, конечно. Конечно, да. Это способ… То есть у тебя сценарий? …осеменения, я бы так назвал. Это способ рассказать именно историю. Так, чтобы ее могли запомнить. Информации много. Например, вот даже по аргиниону. Там каждый орган, да, это аргинион планеты, где живут, олицетворены наши органы, физиологии и так далее. Там живут селезенка, тимус, поджелудочная, допустим, хрящ, ну и все другие органы, элементы крови. И информации очень много, потому что это отдельный сериалистический мир, где имеет каждое свое обоснование. Там, например, у меня гипофиз – это ботаник, который выращивает разные семь видов растений. Собственно, такое же количество он вырабатывает гормоны. А что за растения? Ну, это растения, которые процветают на планете аргинион, и они выполняют всякую разную, ну, там, функцию. Какие-то растения выступают в роли… Вот вазопрессин, да, гормон, который задерживает воду в организме. Да, это один из видов гормонов, вырабатываемых гипофизом. И вот это дерево на планете аргинион имеет такую форму дутого шара с основанием, с конусным основанием, опущенным в землю. И он собирает влагу с дождя, который падает, это метровые капли, он падает на планету, на поверхности аргиниона. И жители этой планеты используют подобные деревья в виде водонапорных башен. Они расположены на дворах, по разным районам, городах. Вообщественных. То есть это описание относится ко всем элементам, понятые аргинион. И это, конечно, только через мульт, через какие-то образы, которые можно показать на одном кадре за короткий период времени и много. Тарас, кто из дизайнеров тебе нравится? Приведи, пожалуйста, трех, можно из разных областей. Дизайнеров именно? Дизайнеров, может быть, опять же, каких-то художников. Ну, я как-то говорил уже то, что Dyson мне нравится, потому что такое это, как бы сказать, синергия дизайна техники и хорошего маркетинга. То есть это такой хороший вид такого оборудования. И он выглядит симпатично, на самом деле. Да. Другие берут себе, потому что он эстетически приятен, возрастительно всех других каких-то брендов. Потом мне нравится, мне нравится несколько французских дизайнеров, но я именных не помню. Я помню их работы. То есть я могу... А что это за работа? Ну, там, это работа с металлом, где металл переплавляется, им дается иной оттенок. Есть пост закаливания сталей, которые приобретают разные оттенки. И вот он делает мебель с использованием этих металлов. Там просто очень симпатично, очень гранжево так выглядит. По именам, конечно, у меня проблемы. Я больше по образам, на самом деле. По образам, по изображениям, по предметам. А вот скажем, если бы ты встретился с Дайсоном, какие бы ты три вопроса ему задал при личной встрече? Мне было бы интересно, с чего он начал. То есть с самого начала. Это важно. На чем он хочет закончить. К чему идет? Да, да, да. То есть где начало, где конец. В чем суть. И потом понять, когда он типа... Видит ли он значимость в своих работах? Это тоже очень важно. Потому что со временем это может стереться. То есть какая-то идеология, конечная цель, мысль, она растворяется в каких-то простых материальных, бытовых вещах. Которые, по сути, мне кажется, у художника не должны попадать. У дизайнеров, кстати, они могут и не присутствовать, наверное. Многие делают для того, чтобы было другим удобно. Это важно. Ну это тоже как бы... Расскажу историю одну. Я прихожу к следователю в полицию. Давно. Ну там. И они говорят, где учишься, что делаешь? Я говорю, ну вот учился в медицинском, сейчас работаю там дизайнером. Он говорит, ты что? Ты что бросил мед вообще? Ты не хочешь людям помогать? Ты не хочешь жизни спасать? Я говорю, нет, почему вы ошибаетесь? Вот допустим, вот я врач, допустим, я какой-нибудь хирург. Я буду оперировать там по два человека. В лучшем случае три-четыре. Ну не три-четыре, не реально. Два человека в день. С перерывом отдыха и так далее. Ну допустим, там 50 ежедневной работы. На самом деле человек 30-40. 50 это если я решил сдохнуть через месяц работы. Вот. И представьте теперь стул. Допустим, рабочее кресло. Либо, ну допустим, даже не рабочее кресло, а ближе к эстетике приблизимся. Вот у вас стоит стеллаж или зеркал. Зеркал, в который вы смотритесь каждый день перед выходом из дома. У вас у него есть рама, есть отражение, в которое вы себя видите. И каждый день этот образ у вас, я могу это зеркало распространить, в зависимости от его крутизны, конечно, на большое количество людей. Он будет стоять, например, у пяти тысяч людей дома в коридорах. И пять тысяч человек каждый день будут смотреться в это зеркало и себя видеть. И допустим, если будет, можно скрыть, да, какой-то образ, плохой образ можно скрыть в предмете, а можно и хороший. И можно создать какой-то мотивирующий вообще предмет, смотря на который человек будет чувствовать какую-то бодрость. Да, то есть мы же, мы зависимы от своей гормональной системы. Она вся вырабатывается посредством нашего контакта с миром. Какого-то визуального, аудиального. И от коры головного мозга она передает сигнал в таламическую часть. Таламическая уже спускается вниз гипофиз. Гипофиз вырабатывает вид гормонов, который сокращает, например, сердцебиение, да, вылечивает сердцебиение. Или, например, может ускорить обмен веществ, да, в печалительном парте. Это вообще прикол. То есть, допустим, можно образом зеркала создать ускоренную стимуляцию работы пищеварительного тракта. И у людей сразу же попадает множество проблем, допустим, у некоторых. То есть, каким-то заполированным образом я могу спасать, да, лечить тысячи людей за один день. Допустим, это зависит от распространения этого. То есть, вот такая вот философия. Как ты измеряешь свой успех? Да, вообще никак. Я вообще его не меряю. Нет смысла, что мерить-то? Мне приятно, то есть, некоторые люди узнают работы. Говорят, что знают мои работы, да, например, с кем-то это бывает списывается, пишут, хотят проконсультироваться. Я консультирую с удовольствием. Но это нисколько еще успеха. Я не знаю, что такое успех. То есть, в этом плане. Это непонятно, что это такое. Успех, например, у одного человека – это завести там 10 детей в семье. У другого человека, там, для меня лично успех – это довести мысль до конца. Она такая большая, что, как бы, я конца пока не вижу, поэтому вот в этом тяжело. А твой самый любимый материал для объектов, для дизайна? Любимый материал? Есть материал, с которым мне нравится работать, потому что он очень покорный. Это пластик. Пластик, он покорный, ты можешь создать любую форму. Ну, поэтому он пластик, пластичный, все дела. Но мне нравится и металл. Он надежный. Ты в нем уверен, ты его знаешь. Стекло – вообще обалденный материал, потому что он имеет твердую форму. Он сам по себе жёсткий. И при этом оно невидимое. Вау, это круто. Такое создание якобы нематериального предмета – это круто. Ну и шерсть. Я много материалов люблю. Но с пластикой просто в основном работаю. Какой город ты бы выбрал для своих больших скульптур полноразмерных? Ну, я бы выбрал, конечно, Москву. Я бы выбрал Санкт-Петербург. Томск, родной город с удовольствием бы выбрал. Екатеринбург бы выбрал. Калининград, Гроснодар. Какие-то такие районы. Сейчас, по-моему, перечисляю все города, которые знаю. Ну, Грэй, я бы в каждый город с удовольствием поставил фигуру. Ну, реально. А ты ведёшь экологичный образ жизни? Экологичный? Экологичный. Это сортировка мусора. Я безотходный, буду так говорить. Безотходный? Да, я безотходный. То есть, я думаю, что достаточно экологичный образ жизни я веду в целом. Я аккуратен, у меня везде стоят фильтры. Я отправляю расходные материалы на переработку, потому что там даже категория опасности три. То есть, ну, достаточно аккуратен в этих вещах и считаю это важным. Можно ли предметами дизайна и искусства спасти ужасные интерьеры без искусственного особняка? Или всё нужно перестраивать? Конечно, можно. Можно. Ну, надо запомнить, конечно, искусством, как-то грамотно, разбить все лишние видения. Но для этого нужен какой-то куратор, дизайнер интерьера? Конечно, конечно. Должен быть куратор, во-первых, по арт-рынку, который может подобрать художника в этот интерьер. И должен быть дизайнер интерьера, то есть, грамотный, который уберет излишки. Ну, уберет излишки, я бы так сказал, снимет пенку. И оставит всё чистым. И уже предоставит это чистое для каких-то особенных предметов. Скажи, Тарас, дизайнеру сегодня нужно быть предпринимателем? Да, конечно. Всем нужно быть предпринимателем. Тебе же нужно договариваться с людьми постоянно, с которыми ты работаешь, с подрядчиками, с коллекционерами, с заказчиками. Это всё предпринимательская направленность, это всё равно часть. А, кстати, твои работы представлены в каких-то галереях? У нас были разговоры со всеми галереями по Москве. И к чему привели эти разговоры? У нас в данный момент мы работаем с несколькими галереями, там, как Аскери. Ну, Эритаж, такая вот хронология, самая первая, с кем я вообще начал работать. Это была Эритаж, потом уже была там Мира, это всё по дизайну мебели. Потом добавляется художественная галерея, как Аскери. Потом была галерея на аукционе у Овчаренко. Нас звали в разных, на самом деле, галерей. Ново-Артовская, ну, Анна Новая галерея. Нас, ну, всего рода, мы нашли контакт со многими. Но, к сожалению, мне не очень нравится их вид раскрутки художников. Какой это вид, расскажи? Ну, вот, когда, например, когда создают какие-то коллаборации художников с брендами, ведёт обмен художников друг с другом, ну, с зарубежными галереями, чтобы представить этого художника на других площадках. А у нас очень часто галереи представляют вид какого-то дома, в который они приглашают своих коллекционеров, создают, конечно, выставку, создают инфоповод и, грубо говоря, уже, то есть там так реализуют этих художников. Но охота чуть больше движа. То есть они молодцы, классно делают, всё это делают степ-бай-степ. Ну, то есть ты хочешь сказать, что тебе сейчас пока ближе самостоятельный путь без галерей, без участия галерей? Ну, как минимум, контакт с зрителем. Если я смогу найти выход на вот этих вот зрителей и на людей без галерей, это достаточно мощно для меня, потому что это круто. У меня нет каких-то особенных там средств, вложений, чтобы создавать выставки, пространство и так далее. У меня есть только вот идея, небольшая мастерская, которая это реализует и показывает на своей показе. А вот расскажи ещё, пожалуйста, про эту историю с Зайцем. С кем это было сотрудничество? Да. А, ну, с Хаттеном это было, с две выпускной компании, застройщики. Они сделали дом, обратились, чтобы я сделал им постеры. Я сделал не просто постеры, а сделал им маскота такого небольшого, ну, по своей тематике. А этот объект стоит в этом доме? Нет. Нет. Это сам проект, только постеров. Просто, что делать просто постеры, если я могу сделать что-то большее. Поэтому, вот я постарался, я всегда пытаюсь сделать чуть большее, чем нужно. Но пока на таком этапе, чтобы перерабатывать. Блиц. Дёшево, быстро и хорошо. Можно два, но не три. Что выберешь? Два хотя бы? Да, два. Тогда быстро и хорошо. Ирония или постирония? Я думаю, ирония. Инстаграм или ТикТок? Инстаграм. Кич или функциональный дизайн? Функциональный дизайн. Коммерческий успех или признание других художников? Вот здесь очень коммерческий успех. Признание других художников получить, пускай они себя любят. Художники должны любить себя, и тогда их искусство будет процветать. Это факт. А признание их, типа он хороший художник, должны сказать. Но они могут сказать, даже не признавая меня. Просто так, например, при диалоге. Синяя таблетка или красная? Красная. Как найти свой стиль? Не думать о нем. То есть не думать конкретно именно о стиле. Он придет, если ты… А, нет, я знаю ответ. Прям хороший ответ. Хороший ответ – это просто нужно изучать очень углубленно те дисциплины, к которым у тебя есть какой-то талант или призвание. И дальше уже вот рядом ты найдешь свой стиль. Я, во-первых, был эмпатом очень сильным. Поэтому я пошел в биологию и в естественные науки. И мне достаточно легко они даются. Тарас, назови, пожалуйста, три любимых скульптора современных. Импортных, отечественных, любых. Есть такие. Есть прям очень крутые скульпторы. На самом деле мне нравятся Мураками. Такеши Мураками. Реально. А, кстати, тебя иногда сравнивают с Такеши Мураками твоя работа? Была отголоска в плане, что это разноцветная и это разноцветная работа. У Гугоря вот такой стилистики. У него своя вселенная. То есть очень мало художников, которые работают с цветом, разнообразием цвета. Их, правда, немного. И Эмилия Азамура. Это тоже американский скульптор. И... А, кстати, мне нравится на самом деле как скульптор Девин Хёрст. Его работа на венецианской биеннале в каком-то году, я не помню. В 16-ом, по-моему. Где представлены его в 16-ом. Нет, 16-ом. Его работы в виде скульптур затонувшего корабля, которые покрылись утварью морского мира. И нравится также Дэниел Аршем. Классный чувак. Ну, в плане он стильный парень. Просто он стильный. Очень-очень стильный, да. Он на стиле. То есть это... Там, по своим образом, конечно, у него коллабы с покемонами и там одно и то же. Стилистически. Ну, вот как раз таки, вот этот стиль и... Классный. Royal College of Art или Domus Academy? Ну, думаю, что Royal College of Art. Тарас, спасибо тебе большое. Да. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова